Искренность и любовь к детям, желание обучить и дать дорогу в жизнь. В зале они – люди, чья цель – дарить себя и нести свет наук, делясь знаниями с каждым ребенком. Воспитанники детских садов, школ, учащиеся музыкальных и художественных образовательных учреждений, танцевальных коллективов и вокальных студий. В 2023-м в республике, как и по всей стране, открылись новые детские сады, школы, спортивные залы, отремонтированы учреждения дополнительного образования, музыкальные и художественные школы. Свои заслуги и у каждого из педагогов. Их юные подопечные – участники и победители конкурсов, как региональных, так и российских. Они прославляют Хакасию, открывают ее для жителей других субъектов нашей страны. А кто-то в 2023-м получил первый педагогический опыт, внеся этот год в начинающийся трудовой стаж. Я пришел из другой сферы работы, занимался раньше социокультурной реабилитацией инвалидов по зрению, работал в культуре. И вот с течением сельсия я перешел в образование. И надо сказать, что это более широкое поле для деятельности. Что касаемо года педагога и наставника, я всегда говорил и говорю, что для людей, преданных своему делу, год педагога и наставника длится каждый год. Потому что каждый год ставятся какие-то цели, каждый год нужно чего-то достигать, строить планы в перспективе. Потому что образование как раз это та сфера деятельности, которая опосредована во времени. Если ошибку врача можно заметить сразу или где-то, здесь вот то, что мы получаем в течение многих лет, вот оно и дает свой результат. За особые заслуги и многолетний плодотворный труд заместитель начальника городского управления образования Галина Озерова и преподаватель английского языка из Искова района Тамара Побызакова отмечены республиканской наградой – медалью «Трудовая доблесть Хакасии». Впрочем, дипломы, награды и призы сегодня получили многие педагоги, кто выбрал путь наставника растущего поколения своей жизнью. Ксения Майер, Михаил Кудрявцев, Новости.